Александра Невзорова Министерство внутренних дел России объявила в розыск по уголовному делу. Имеется ввиду, что санкционирован и его арест, если следователь этого захочет. Невзоров еще в начале марта сообщил об ударе российскими ракетами по детскому госпиталю в Мариуполе, где было почти полностью уничтожено, в частности, и родильное отделение. Невзорова обвинили в клевете, с тех пор наращивают против него репрессии. Папа Римский призвал патриарха Кирилла, главу Русской Православной Церкви, не превращаться в мальчика на побегушках у Путина. Папа сообщил, что говорил с патриархом Кириллом на протяжении 40 минут по видеосвязи, собираясь обсудить то, что Церковь может сделать для прекращения кровавой войны на Украине. Но разговора не получилось. Патриарх Кирилл 20 минут подряд просто читал написанное до бумажки заявление о том, что российская агрессия против Украины является актом высокого гуманизма. Байден направил в Конгресс запрос о снятии ограничений на визы в США для кандидатов наук и докторов наук из России. Обладателям этих научных званий будет разрешено подавать на визы и без приглашения их и спонсорства со стороны американских лиц и компаний. Правда, касается это не всех научных работников на гуманитариев, льготы распространяться не будут. Облегченный въезд в США планируется для специалистов в области науки, технологии, инженерных знаний, математики. Заявления о визах для таких специалистов должны также рассматриваться в ускоренном и упрощенном порядке. Как говорится в запросе Байдена к Конгрессу, эти меры должны привлечь в США талантливых людей из России и сократить научный потенциал самой России в военной области. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова